Снова здорова, дамы и господа, на связи Роман канал Фрисенгеймс, у нас Звездная Война Галактика Героев. И да, прошлое видео вышло не совсем своевременно, как и это, не знаю когда выйдет, потому что все накладывается друг на друга. Джео, Великая Арена, Стрим, Палпатин, вот это вот все туда-сюда, и оно все сумбурно, и, короче, вот таким образом получается. У нас сегодня четвертый этап, сегодня мы будем с тобой воевать, значит, каким образом? У нас есть флот, так, сейчас мы пойдем пробьем флот, разместимся, у нас есть центр, здесь у нас есть миссия Новато, третий этап, я не участвовал вообще, потому что не успел, банально я откладывал до последнего, для того, чтобы ударить на стриме, в прямом эфире, так сказать, но ничего не получилось, пацаны все сделали за меня. Здесь у нас есть БЗ за дроидов, и есть стандартная темная сторона, сюда мы пойдем, опять же, по джет-кокосу, для того, чтобы посмотреть, моя рекомендация, насколько она работает, потому что, как бы я говорю, вот смотрите, пацаны, здесь описаны рекомендуемые пачки, а мы будем проверять, насколько эти пачки рекомендуемые, реально рекомендуемые, и насколько они актуальны, и, что самое главное, в какой прокачке, потому что есть паки, которые себя показывают хорошо только в реликвиях, а есть пачки, которые себя хорошо показывают уже в Т-12, он же 12-й тир, он же золото. И под финалочку мы сходим на четвертый этап, здесь мне надо дождаться немножечко заполнения взводов, потому что здесь у нас 3-6, надо хотя бы 4-6, сюда я спущу две немножко нестандартные пачки. Первая пачка, это будет древон пак, естественно, а куда без него, он очень силен, а вторая, это будет ситхи под легендой Палпатином, не империя ситхов, а именно ситхи. Я хочу распределить пачки так, чтобы максимально закрывать пистолеты, чтобы было, естественно, лучше для гильдии. Итак, поехали, у нас флот, здесь все должно быть элементарно и просто, почему? Потому что мы можем брать сюда злорадство, а мы знаем прекрасно, что злорадство в атаке, дай боже. Давай мы еще возьмем тебя и возьмем, наверное, эскеметарушку. Будем, если что, прятать пацанов в инвиз, а почему бы и нет? По крайней мере, необходимых нам, потому что у злорадства есть один большой минус. Как только умирают основные корабли, то все призванные исчезают и нам засчитывается что? Правильно, поражение. А поражение мы не хотим, это фу, так делать нельзя. Так, давай вот таким образом. Почему именно на гиену я всегда кидаю первый призыв? Потому что гиена, помимо того, что получает заряд, еще когда ходит своей базовой атакой, снимает дебаф со случайного союзника. Дебафы, по-моему, даже все вообще. Да, и снимает все отрицательные эффекты самого слабого союзного сепаратиста, извиняюсь, самого слабого, а не случайного. Вот, поэтому я стараюсь максимально использовать гиену. Конечно, хреново, но ладно. До свидули. До свидули, дули, дули. Так, ты еще поживешь какое-то время, да? Ну, а если я вызову шпиона, ты получишь, естественно, у нас две провокации. Первая провокация уходит сюда красиво. И вот таким образом... Ага, успел, да, подкреп вытянуть. Собака-пес. Ну, ладно. Успел так успел. Давай сюда мы пильщиков тебе закинем. Попилим тебя немного. Сделаем вот таким образом. Сбили. Есть. Сбили. Воскрешение. Забываю постоянно, как правильно это называется. Все, хорошо. Ну, это злорадство. Здесь как бы... Ну, другого быть не должно. Я не знаю, может, конечно, проскочить какой-нибудь прям дикий-дикий страшный рандом, где за злорадство можно здесь проиграть. Ну, по-другому, конечно, не знаю. Объем размещаем. Мы ударили, мы ударили. По взводам у нас все... А, нет, не все. Блин, надо было. А, а где, подожди, используется? Я уже разместил, видимо. Хорошо, я понял. Не могу в любом случае, поэтому давай вот так только чпеньк. И поехали. Есть. Флот. На этом мы закончили. Пойдем сюда. Самое сложное, это, естественно, ват. Я его еще не проходил. По тем же причинам, что оговаривались ранее. Санфак, солдат, поголь, шпион. Поехали. Поехали. Несмотря на уровень прокачки и то, что мы проходим далеко не в первый раз, к сожалению, к сожалению, есть все-таки вероятность того, что мы можем проиграть. Поэтому особо шибкой выпендриваться не будем. И я, наверное, буду периодически замалкивать, потому что, когда я разговариваю, я теряю ход мысли и допускаю ошибки. Так, поехали сюда. Так, не заблокировали, но убили. У нас есть медик, но он собака дикий в инвиз ушел. Тогда давай клон командира. Заблокируем. Снайпера ударим. Хорошо. Медик вылез. Так, давай врубаем прохил и медика блокируем. Ты в одно рыло нам не страшен. Давай медика забираем. Хотя тоже, как сказать, не страшен. Страшен. Но не так страшен, как, допустим, тот же снайпер. Молодцом. Ну, давайте еще чуть-чуть. Ай, молодцы, ребятки. Верзила очень крепко бьет. Напоминаю, он получает, если я не ошибаюсь, 25% за каждого джианазийца. 25% к атаке. Это очень много. Так, так, так. Погоди, погоди, погоди. Да, отстань. А, нет. Ты не будешь первым ходом же массовку делать. Так, давай вот таким образом. Не заблокировали, да? Потому что призыв надо, наверное, давать в погля, чтобы он два раза все-таки ходил. Если нам надо кого-то прям хорошо блокировать, то лучше в погля два раза, чем потом страдать. Снайпера я почему бью? Да, он бьет по одной цели, но, повторюсь, он бьет очень сильно. Если у жуков кто-то погибает, жуки просаживаются от одного союзника просаженного. Вот, просаживаются все жуки. И просаживаются конкретно. Поэтому снайпера надо так же контрить, как и того же, допустим, клон сержанта. Бляха, ну этот в инвизе, конечно, сидит пес. Он по толпе ударит. Нет. А почему? Так, смотри, я погля беру. А, ну с первого раза заблокировали. Ладно. Ну, для перестраховочки, скажем так. Конечно, лучше призывать Верзилу, потому что у него очень большая атака. Лучше призывать, естественно, шпиона. У него тоже большая атака, плюс бафы стакаются. Но когда идет речь не об уничтожении, а о выживании, лучше призывать, конечно же, погля. На мой взгляд. Так, здесь хорошо. Здесь хорошо. Здесь у нас, по-моему, уже есть запрет. Да, уже есть запрет. Бляха, почему запрет прячется? Ведь это же очень актуальный дебаф. Почему он прячется? Здесь, конечно, вопрос. Давай мы же все-таки медика заберем. И я открою, потому что вот здесь я просмотрел Поголь. Поголь, молодец. Молодец, молодец. Можешь, способен. Красавчик. Провокация не страшна. Санфак. Санфаку здесь надо делать... Это у нас третий этап из четвертых. Здесь надо делать провокацию для того, чтобы получить бафы на четвертый этап. Ими тоже жертвовать не хочется, если честно. Так, поехали сюда. Есть контакт. Нам надо успеть это сделать до того, как сходит Санфак. Есть, допинали. Хорошо, все, бафы наши. Бафы наши. Здесь кого мы боимся? Здесь мы боимся Киади. Здесь мы боимся Мейса. Здесь мы боимся Клон Сержанта. Объясняется все очень элементарно. Так, вон Сержант бьет по толпе. Киади и Мейс бьют безумно сильно. Насколько безумно, могут заманшотить просто-напросто. Поэтому здесь имеет место... Жесткая контра этих пацанов. Ну вот Киади мы уже законтрить не успели. Пожалуйста, еще и Мейс тут подъехал, да? Так, есть. Киади контр-нули. Ты, конечно, тоже бьешь по толпе, но не так, чтобы прям это было страшно. Так, так, так. Давай попробуем Киади бахнуть. Есть, хорошо. Дальше. Есть на тебе запрет? Нет запрета? Ну почему ты не показываешь игра? Ты же знаешь, что надо показывать, а что не надо показывать. Запрет дали сюда. Прохилл, давай снимаем отрицательные эффекты. И снимаем метку сверзилы. Это поможет нам выжить. Против Мейса. Медик, 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 медик. Медик через погля два раза. Раз. Два. Чтобы увереннее все это дело было. Хорошо. Давай мы Понца немножечко. Попробуем. Снимем стойкость. И чуть-чуть подконтрили. Хотя, опять же, Понц такое себе. Да, бьет по толпе. Да, накидывает немного дебафов. Но не то, чтобы прям страшно. Вот слепоту сюда. Так, это мы забрали. Ну, видишь. Дебафы есть, да. Ну, так, чтобы это было страшно. Это не страшно. Это недоразумение. Мы переживем. А вот Мейса мы можем не пережить. Поэтому его надо забирать. Есть. Достаточно уверенно, комфортно прошли. Меня это не может не радовать. Хорошо. 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 Вот, собственно говоря, таким образом мы это и сделали. Поехали у нас пару пистолетов. Почему пару пистолетов? Да, пару пистолетов. Но одно у нас БЗ. Здесь как бы особо я никуда не двинусь. Ни в каком направлении. Магнастраж. Кстати, Магнастраж могу дать ему тир. А, и тут деталька. А, но у меня есть эта деталька. Это тоже, в принципе, есть. Эта деталь ее есть. Я хочу с Реванпак в реликвии вывести. Ну, давай Магнастражу дадим еще один все-таки тир. Гляди, может что-то и получится куда-нибудь. А может и не получится. Б2 у нас вроде как исключительно в эффективность натянут. 127% эффективности. Возможно, можно было бы и больше. Но на данном этапе у меня получилось так. Крест на эффективность. Если что, если будут вдруг писать, спрашивать, говорить в комментариях вот это, то крест на эффективность. Так, Б2. Ты делаешь вот таким образом. Призывать, призывать будешь не ты. Призывать у нас будет Гривус. Так, это удар. Где у нас удар с оглушением? Все положительные эффекты. Затем оглушают на один ход. Вот таким образом. Так, кого мы здесь боимся? Мы боимся, по факту, наверное, все тех же пацанов, которые бьют по толпе. Либо очень сильно бьют по одному. Оглушение либо уби... Либо убиение. Убиение, конечно же, в нашем случае лучше. Медик. Медик, медик, медик. Так. Так. Блин, тратить не хочу особо. Гривус. Молодец. Драйдека, драйдека, драйдека. Нам. Как и говорилось ранее, всеми персонажами надо уметь пользоваться. Если не умеешь пользоваться, то может получиться не то, что хотелось бы. Умер от продолжительного урона. Просрали бонус. Если Гривусу, повторюсь, эти бонусы не нужны, не актуальны, то всем остальным пацанам они очень даже будут кстати. Потолпели оглушить. Нет, давай мы лучше попробуем провести оглушение. Не получилось. Так, магностражу давай защиту прилепим. Не вышло. Так, забираем пацана. Гривус. Гривус. Молодец. Клон штурмовик, клон командир. Давай клон командира попробуем уделать. Надо кстати немножко защиты подвосстановить на Б2. Жалко, что сюда нельзя взять вата. Мне кажется, с ватом было бы вообще хорошо. Кстати, постоянно, когда говорю ват, вспоминаю одну песню. Называется она «Вата звучит пиздата». Не знаю, если послушал, то не слушал, то послушай. Ну, это конечно наркомания просто жесткая, но веселая. Просто охереть не встать. Так, нате пацаны, эти вам сверху. Хотя можно было на четвертый этап эту штуковину оставить. Угу. Еще один снайперушка. Хорошо. Так. Подожди, давай наверное мы сюда чутка лупанем. Защита Б2. Б2, на мой взгляд, более важный персонаж, нежели Магностраж. Так, 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 сюда. Угу, допустим. Так, защиту Б2 восстанавливаем. Так, Гривус, давай двоих. Ну почему, братан? Ну было бы 10 зарядов, было бы 10 зарядов, получили бы просто бомбический имбовый стак. Десятый, последний. Ну как же так? Ну что ты делаешь со мной? Падла. Ну просто так нельзя делать. Драйдека. Молодцом. Хорошо. Так, 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 подожди. Б2. Гривус! Есть! Все, 10-й. Это был 10-й, сейчас будем раздавать. Как бы и так неплохо раздавали, но сейчас будем еще лучше раздавать. Напоминаю, что дает этот баф. Преданность сепаратистам наносит на 50% больше урона атаками, урон которых не зависит от здоровья. Вот почему для Гривуса это бесполезно. В начале хода восстанавливает 10% здоровья и защиты. Когда этот персонаж погибает, все остальные союзники с преданностью сепаратистам восстанавливают 50% максимального здоровья и максимальной защиты. И получает 100% атаки убитого союзника и 15% его максимального здоровья до конца своего следующего хода. Безумно классные бонусы. На. Не вышло. Ну, хорошо. Я попробовал, я постарался, у меня не получилось. Ага. Еще пару лет и я буду так жене, наверное, говорить. Ой, мать. Батяча ждет. Ладно, хорошо. Отвлеклись немножечко. Минутка юмора. Секунда юмора, я даже сказал. Все. Слушай, а красиво сделали? Я не помню, мы в прошлые разы проходили или нет, но опять же, изменения с прошлого раза, по-моему, золото Б1. Золото Драйдека. Ну и опять же, они по 7 звезд. То есть здесь прогресс у нас уже налицо. Но Магнастража в любом случае до золота буду выводить. Сюда. Да, здесь идет, опять же, по джет-кокосу. По джет-кокосу у нас... Пошел нахер. У нас следующая пачка должна быть. Это Триумвират. Это Шизоид. И это Дуку. Мы уже пачку такую встречали на втором этапе. Но третий этап у нас посильнее, посерьезнее будет. Вот. Поэтому, да. Кто? Дуку. Дуку у нас здесь самый крепкий, поэтому призывать мы будем за Дукича. Дукич, давай, жги. По толпе. Хорошо. Изоляция. Няха. Здесь мы кого боимся? Естественно, контрить надо медика. Здесь как бы особо без вариантов. И надо бить пацанов. Опять же, снайпер, потому что он бьет очень больно в одного. И надо контрить тех, которые бьют по толпе. Потому что у нас есть слабые персонажи. Допустим, такие как Бабка. Она достаточно слабенькая у нас. Сион до того момента, пока не получит перезагрузку так называемую. Няха. Няха не. Няху не жалко вообще ни разу. Няху еще надо постараться убить. Ну и Дукич. Дукич, конечно, мужик. Бафы за счет него, если получится наклепать, конечно, это классно. Но, опять же, эти бафы распространяются исключительно только на Дукича. Но, как мы помним по второму этапу. Дукич машина. Он может. Он способен. Нагибать. И, собственно говоря, это и делает. Так. Медик. 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 Ага. Нет. Давай мы, наверное, все-таки клон сержанта заберем. Медик его никак не сможет воскресить, потому что это было сделано через уничтожение от товарища Нихилуса. Прекрасный человек. Хороший, добрый, отзывчивый. Поэтому ничего у него не получится. Здесь нам бы изоляцию. Нам бы изоляцию, либо обычную тычку няхи. Одно из двух. Изоляция не готова. Тогда нужна обычная тычка няхи. Обычная тычка няхи! Блядь, ну сколько раз я сказал, и все равно на автомате уже делаю откат способностей. Это я. Знакомьтесь. Знакомьтесь, это я. Так, ладно. Умри. Спасибо. Спасибо, удружил. Ну, теперь уже изоляция просто бессмысленна. По факту. Сейчас мы будем через Дукича. Контрить нежелаемых нам личностей. Вот и все. На. Перезарядка у нас до сих пор не прошла. Можно было бы, кстати, сделать массовоньку. На Сиона. Но я не хочу тратить такую полезную способность под конец этапа. Так, это я Дукичу оставляю. Это я оставляю Дукичу. Да я Дукичу оставил! Вы чё? Чё он сдох-то раньше времени? Я знаю, чё он сдох, но это уже такой... Надо было, наверное, через призыв пробовать забирать его. Дохнут как мухи. Просто как мухи выдыхают. Ладно, хорошо. Ид кот, блин. О, снайпер. Снайпер и Мейс Винду. Один из них точно уйдет, как только ход дойдет до няхи. Здесь как бы вообще без вариантов. Так, нет. Не надо, не надо это делать. Потому что он сейчас провокацию на себя накинет. Естественно. И перед ходом няхи сто пудов, да? Нет. Нет, нет, нет. Перед ходом бабки. Так, давай сюда. Здесь мы тебя законтрим. Ульту я оставляю на четвертый этап. На всякий пожарный. Вдруг там перезарядка. Чё-то где-то про косячу. Просчитаюсь. Поэтому лучше пока не трону. Тебя я сливаю по бырику. Так, давай клон снайпера забираем. Провокация. Провокация. Ага. Так, 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 так. Есть. Оставляем обилочку тоже. Пусть пока будет. Нам бы добраться до няхи. Нам пока спешить некуда. Спешить некуда у няхи. Сколько еще? Сколько еще у няхи ходов перед? Семь. Четыре. По идее. Это плохо, это плохо, это плохо. Так. Почему четыре? Три точно. Подонок. Я хотел сказать фразу, что мы стяги потеряли. Но, к сожалению или к счастью, это немножко не тот момент, где мы можем потерять стяги. У-у-у. Так, интересно. Изоляция не готова. Давай вот таким образом, чтобы снять контратаку со всех пацанов. Ну, чтобы снять контратаку со всех пацанов. Ну, что ж ты, 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 ты. Собака дикая тварь. Куда ты ушел? Вернись, я с тобой не закончил. Ему стало стыдно, и он решил уйти. Ну, хорошо. Так, так тоже можно, в принципе. Я ж не против. Изоляцию. Давай вот таким образом. Конечно, я хотел бы на шаг Тина кинуть. Ну, что поделать? Увы и ах. До свидания. Тут, естественно, мы же особо бояться-то и нечего. Ошеломление. Да, да, да. Я заметил. Я заметил, но поздно. Я ж сначала тыкаю, а потом смотрю. Понимай, как хочешь. Так. Ну, пацаны крепкие, но они умрут. Конечно же. Здесь им деваться уже некуда. Ох ты ж какой. Няха, молодец. Эй, бабуся. Писос. Бабуся подохла. Жалко. Жалко. Жалко у елки, а елка... Жалко у пчелки, а пчелка на елке. Во, вот так это говорится. Чуть не забыл, прикинь. Так, раз, два, три. Дальше. Три звезды. Три звезды. А тут чё? Здесь никакой команды нет. Тогда, следовательно, размещаемся здесь. А, подожди, размещаемся. Гу-гу. Хорошо, что запрет стоит. Размещаемся. Никакого размещения. Пошли. Легенда Палпатин и Древен Пак. Где мне постоянно не везёт? По-моему, на нижней локации. Давай мы сюда спустим. Легенду Палпатина в пачке с товарищами ситхами. Ситхи. Это у нас Вейдер. Это у нас также Палыч. Это у нас... Ситхи, конечно, говно остались. Мародёра я не могу сюда взять, потому что он пойдёт в империю ситхов. Просто-напросто. Вот у нас империя ситхов осталась. Ну, поехали. Легенда есть, конечно, да, но легенда, опять же, в третьем релике, ещё и без ульты. Но это легенда. Здесь как бы... Здесь как бы как бы... Так, давай связь, не знаю куда, но... Таким образом, наверное, сделаем. Так, мне вообще так-то по-хорошему надо сделать призыв, но, наверное, я его сделаю за Сидиуса. Честно говоря, делать призыв за Вейдера вообще ни разу не хочется. А вот за Сидиуса можно. Можно было вообще, конечно, за Дарт Мола сделать, но... Бляха, Дарт Мол... Он в четвёртом релике. То есть у нас призванный дроид будет слабее. Так, по толпе нет. Оставим обилочку уже тогда на второй этап. До свидания. Просто до свидания! Так, ты туда же. связь разорвана. Ты чё, Вейдера пародируешь? По всем, что ли, охерил? Вейдера он пародирует. На! Понятно. Так, здесь боимся клон снайпера. Давай толпу его ушатаем. Ушатали, конечно. Здрасте. Три раза. А вот была бы империя и ситхов, так ушатали бы. На! Так, подрубаем адскую машину. Зачем я в него сделал? Дуралей. Дурашка. Просто тупорылый. Ну, да. Давай защиту восстанавливаем, пацанам. Что-то есть мнение, что я тут завалюсь, честно говоря. Так, защиту восстанавливаем. Хорошо. Если у нас умрет, допустим, Дарт Мол, это будет только лучше. К лучшему. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы кто-то погибал. Надо изучать механики легенды Палпатина. Как ты понимаешь, я еще не успел их изучить. На кого? Давай сюда. Бляха, на медика бафы не легли. На медика не легли дебафы. Опять не легли. Опять не легли. Ничего на него не ложится, да? Ничего, эту собаку не берет. Вот и медик. Здравствуйте. Да, конечно, здравствуйте. Вы что, издеваетесь надо мной? Диспеллера тут, конечно, жестко не хватает. И танка хотелось бы видеть в своих рядах. Надо было шизоида, наверное, Триумвирату не отдавать. Но это будет на будущее, опять же, подсказка шизоида. Танка оставлять надо под Палпатина. Я не хочу резней сейчас пользоваться. Угу. Хорошо. Да, конечно, Вейдер. Ты охерел, что ли? Надо было, наверное, защиту восстановить. А-а-а-а-а... Нет. Так. Пайвза я боюсь. Коди я боюсь. Клон медика боюсь. Давай попробуем клон медика забрать. Да, сука, ну положи ты на него пару бафов. Ну серьезно, ну что за хрень? Ну, конечно. Сейчас-то какой уже смысл? Может, следовало попробовать защиту восстановить? Ну, мы должны успеть это сделать. С этой пачки не хватает урона. Вот я тебе серьезно говорю. Вот дамага прям отчетливая, ей не хватает. И диспеллера. Нужен кто-то, кто будет снимать провокацию. Так, Сидиус подох, все восстановили здоровье и защиту. Но подох Сидиус, это плохо. Бафы накладывать мы так и не будем, да? Ну, а зачем? Правильно, конечно же. Нахуя нам бафы? Зачем нам бафы? Мы и без них проживем. Ой, как ульта бы Палпатина сейчас пригодилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень сильно хотелось бы видеть ульту. Так, а у пацанов полоска защиты исчезла. Она вообще больше никогда не появится? А этот за счет чего, подожди, восстанавливает защиту? Он же под связью находится, разве нет? Как это все, это тупик. Вот, сказывается нехватка ульты. Вот была бы ульта, было бы, конечно, интересно. А так у нас Палпатин, получается, не сможет убить танка. Следовательно, мы не сможем пробраться дальше. Хорош пародировать в Эйдера, серьезно. Интересно, конечно же. Ой, 24 тысячи, ты серьезно? Не гони так мощно. Все, до свидания. Слили легенду. Ульты дико не хватает. Отряд немножко построен неправильно. Чего и следовало ожидать. Вот, но... А почему я трауна не взял? Потому что он не ситх. Вот почему я не взял трауна. Ладно, хорошо. Это первый опыт. В любом случае, АЕ. В любом случае, он показательный. Как надо и чего не надо. Хорошо, поехали здесь. Но это будет сложно. На самом деле, четвертый этап, он очень сложный. И даже для Древн Пака. Казалось бы. Но тем не менее. Неохота, страх с пацанов снимать. Так, давай сюда. Клан Снайпер. Так, все, страх свалился. Тогда можно Ирком штурмовиком позаниматься. Так, 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 так. Погоди, по толпе не имеет смысла никакого. Вот это вот хорошо по толпе. Так, давай сюда. Блокируй, блокируй. Молодец. Забирай. Ну, да. Дам, дам, дам. Так. Ну, здесь определенно медик и определенно снайпер. Что кидал, страх, что не кидал, да? Спасибо, конечно. Ну, давай. Хорошо, хорошо. Так, до свидания. А то пацана бы, конечно, как-то законтрили. А, во, все, законтрили. Шикарно. Есть. Задреванная, кстати, тоже обычно сливает четвертый этап, если честно. Допустим. Первым уходит Ашка. Вторым мародер. Ёптель. Коди тварь, просто тварь. Тварь. А здесь и Коди, и снайпер. Убей. Не убил. Так, это убьет, хорошо. Снайпер, 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 снайпер-то, конечно, хорошо. Ну, у нас есть медик. Без запрета. Надо было Басе обычной тычку дать. А, а, все равно запрет не повесила. Чушка. Малок. Малок опять подогнем. Так, бомбардировка готова, да, у соперника. А, у этого персонажа нет, у этого еще два хода. А, ай-яй-яй, надрево не закончил. Неправильно, неправильно. Ой, как неправильно. Мейс винду. 344 тысячи соснули. А это равняется его полному количеству здоровья. То есть у него здоровье 344 тысячи. Так, Мейс ушел с самого начала. Давай мы сейчас концентрируемся на медике. Блин, вот это не надо было. В погоне за убийство медика я забываю, что на персонажах лежит страх. И я его сбиваю. Это мне же хуже. Надо их максимально держать в страхе. Хорошо. Так, кого еще боюсь? Командир. Так, здесь 4, здесь 3, здесь 4. Давай сюда. Я не хочу, чтобы они это и использовали. Два хода, 3-3. Так, не, ну в любом случае этого забираем. Есть. Так, 2-2. Здесь по 2. А, ну это еще может толк гранату кинуть. Пока не кинул. Но не кинул, значит не может. Я же говорю, что может. Так, сейчас будет больно. Если успеет. Нет, не успеет. Нет, не успел. Слушай, прошли за Древона. Обычно это поражение. Но как-то прошли. За легенду, конечно, не прошли. Обидно немножко. Но я понимаю, что он не готов. Он не готов. Не тот отряд. Немножко туда не так. Это не так. Поэтому, поэтому, поэтому. Здесь все хорошо. Но я... Так, у нас 25 сейчас звезд. Надо добивать. Надо добивать. Наверное, просто-напросто в подкрепе. Закреплю. В комментариях сделаю закреп. Сколько мы звезд смогли взять. Ой, погнали быстренько. Блин, флот, флот, флот. Первое место я сейчас потеряю. Не смогу взять. А мне кристаллы нужны. Ой-ой-ой, как нужны. В комментарии, закреплю комментарий. Извиняюсь за эту автологию. Где будет указано количество звезд. Итоговое. Сколько мы смогли взять на Джео. В прошлый раз, если я не ошибаюсь, было 27. Сможем ли мы сейчас взять 26? Вопрос, конечно. Ой, 28. 26 не хочу. 27, 27, 26 как-то. Ну, такое себе. Кто? Клык? Нет. Да, ладно. Не клык. Что-то новенькое. Обычно клык. Сокол. Ну, чтобы ведро. С-под крепа. Под злорадством. Такой первый раз вижу. Я, может, и не первый, просто не помню. Шпиона я стараюсь здесь не вызывать. Потому что эта падла кидает провокацию на призванного стервятника. А призванного мне убивать не надо. Потому что я разгоняю вражеский флагман. Мне надо убивать именно тех стартовые корабли. Не призванные. Призванные это плохо. Их ни в коем случае долбить нельзя. 12 место. До призов осталось 15 минут. Я смогу взять одно. Ну, плюс купить еще. Восьмое. Четвертое. Четвертое место только смогу купить. Блин. Просрал место. Просрал первое место. Четвертое. Это 325 кристаллов. Ладно. Ладно. Вот такое разочарование. На этом у нас все. Если интересно дальнейшее прохождение, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. Субтитры сделал DimaTorzok